Село Крещевка. Совсем недавно оно, вместе с другими населенными пунктами Саратовского района, стало частью областного центра. Сегодня там проживает порядка тысячи человек, но перемене статуса новоиспеченные горожане не рады. В Крещевке по-прежнему нет нормальной воды, за продуктами, лекарствами и медпомощью приходится ездить в дубки. Впрочем, и до них добраться проблема. Прямого автобусного сообщения тоже нет. Отчаявшиеся новые саратовцы на этой неделе записали видеообращение на имя губернатора Романа Бусаргина. Ответом стал визит в Крещевку районного начальства. Встреча в местном клубе получилась жаркой и продлилась больше часа. Горячий вопрос у нас один. Когда обеспечат нас нормальной питьевой водой, соответствующей всем санитарным требованиям? По данному вопросу могу доложить, могу проинформировать население. То, что я думаю в курсе, что у нас есть решение суда, или есть обязанность обеспечить питьевым водоснабжением жителей села Крещевка. Мы совместно с комитетом ЖКК города Саратова прорабатывали этот вопрос и прорабатываем в настоящее время. Вопрос сложный. Сложный в том плане, что он идет по нескольким направлениям. Так как у нас проблема есть не только в Крещевке, но есть, необходимо обеспечить водоснабжение еще соседних населенных пунктов. Цвинцовка, Шеверовка, Тарханы, Вольновка. Плюс дубки расширяются. Поэтому здесь решить эту проблему за один день, к сожалению, сложно. В настоящее время проработано три варианта. Первый, который должен был охватывать и населенные пункты поселка Дубки с увеличением трубы большего диаметра, потому что населенные пункты... Да, руки-то не обидьте, пожалуйста. Руки-то не обидьте. Да, да ладно. Я вам сейчас рассказываю в целом всю концепцию. Поэтому здесь рассматривался вариант, чтобы были в Дубки, подсоединялись к городской воде, КВС, чтобы и у людей был тариф, как в городе. Мы подключались туда село Клещевка, Свинцовка. Также сейчас с КВС назначена встреча о проработке вопросов без Дубков, чтобы подключать населенные пункты от КВС, но по другой линии. Населенные пункты только село Клещевка и Свинцовка. И также рассматривается третий вариант – это установка локальных очистных сооружений только на один населенный пункт. Но здесь мы не решим проблему соседних населенных пунктов, плюс установка лосов повлечет за собой удорожание тарифа на питьевую воду. Потому что любые локальные очистные сооружения – это химические, ну там дополнительные реагенты по очистке, и тариф будет установлен выше, чем тот, который, допустим, даже сейчас у вас. Вопрос. Вы сейчас уедете, а нам-то что делать с водой? Вода-то не изменится у нас от этого разговора. Я 40 лет в этой деревне живу, и 40 лет вода с лягушками идет из трубы. Каждый день. Весной у нас там духлые кошки, духлые собаки, трупы вылавливают, а у нас дети подходят и с этого крана пьют. Это нормально. Вы сейчас уедете, а нам-то что делать опять? Опять только разговоры. В прошлый раз на выборы здесь кто-то хотел себе голосов набрать. Тоже приехал к нам. Голосуйте за меня, я вам воду проведу. Проголосовали, воды нет. Перед этим приезжали. Давайте мы у вас помойку сделаем здесь небольшую. Сделаем вам воду. Делайте помойку, сделайте нам воду. Опять воды у нас нет. Сейчас я кран открою. Вот я сейчас помыть ребенка, у меня вода черная течет. Я поехал в Липовку, отсюда, вот сколько, 7 километров. Набрал 4 канистры воды и ребенка моют. На моей памяти 15 лет каждый год приезжают нам и говорят, да, мы делаем воду. Мы делаем. Вы хоть марлю на трубу прибежите, чтобы она хоть не с лягушками шла. У нас сегодня на встрече присутствует представитель ресурсно-набжающей организации «Кристалл». Я могу сказать, когда они заступили на территорию как ресурсно-набжающей организации, я не то что помню, я в курсе, что были проблемы летом по водоразбору. У нас в любом случае село Клещевка в настоящее время обеспечивается технической водой. И, допустим, я не могу сейчас сказать... Денести вам воды в ведро сюда? Я сейчас схожу, что не несу. Самая главная цена этой технической воды превышает цену питьевой воды, которая находится в городе Саратов. А вы видели цену на воду? Мы не против Кристалла. Спасибо им огромное за то, что они работают, за то, что они устраняют эти порывы на гнилом водопроводе. Но когда будет питьевая вода? Ну, вот смотрите, мы когда были саратовским районом и вошли в состав муниципального образования города Саратов, у нас на территории 79 населенных пунктов. Как тяжело работать. И в каждом населенном пункте есть определенные проблемы. И вода – это основная приоритетная проблема, которую решает город. Ну, к примеру, чтобы оперировать цифрами, я думаю, вы же все понимаете, что просто построить что-то нельзя. Надо изначально выбрать правильное проектное решение. Если мы говорим с вами о населенном пункте Березинной речке, я, конечно, понимаю, что вы радеете за свой населенный пункт. И это абсолютно правильно. Но, войдя в состав муниципального образования города Саратов, только за прошлый год было разработано проектно-смертной документации по шести населенным пунктам. Это Березинная речка, и Соколовы, и Поповка, и Шавировка, и Тарханы. И сейчас Клещевка, она идет в приоритете. Ну, нужно выбрать правильное решение со специалистами, чтобы это было не локально решено. Можно поставить, как я говорю, лосы, но это не выход из положения. Можете ли это хотя бы предсказать сроки выполнения? Да. Чтобы мы сделали и думали, что когда-нибудь о нас подумают и сделают. Мы просто говорят. Вот получили ваша счет нас, вот этих бедных деревей, которые вот без питьевой воды, как верблюды по пустыне, от водопоя к водопою. Он получил статус городской номерации. Вы что власти сделали, чтобы что-то от этого статуса нам присвоить? Вот вы, представители власти, что вы сделали для этого? Автобус 120 рублей, три раза в день, студенческие карты, два мая, студенческие карты не действуют. Остановку сделали, вообще за три километра надо с села выходить. Где светофор не работает? Сетевых магазинов и светофор не работает. Сетевых магазинов нет, мы едем в город с продуктами. Есть у нас здесь частный магазин, но это дорого. Проездные автобусы нас не берут. Если берут, то там уже Белая гора, не помню, какая-то газелька, даже без билет. Такие цены восстанавливают, что от железнодорожного вокзала за эту сумму может до ключей доехать. А у нас берут 6 квартала, чтобы мы к нам, нас довезти, выпросить на остановке. Что делать старикам, скажите, которые немощные, у которых пенсия 12-15 тысяч, которые кипятят вот эту воду? Когда представитель, пожалуйста, медицинский представитель, они от нас не отказываются, они нам помощь всегда оказывают. Но у нас нет прямого снабжения с дубками транспортного. Мы вынуждены, чтобы доехать в медпункт Дубки, поехать через 6 квартал, через город. Вот как вы мне сказали в нашей, не вы, представитель по связи, да, общественности, что, да ничего страшного, городские поликлиники берут, приписывают, они приписывают. Берут. Но нас берут, на 11 часов нам дают талон, а у нас автобус два раза в сутки. Мне нужно встать в 5 часов, чтобы успеть в 7 часов на автобус, и чтобы весь день потерять, просидеть там в очереди. Городская агломерация. Дубки на нас вообще ноль внимания. Налоги мы платим. Налоги хорошее платим. У всех транспорт, земля. Два раза. А у этих ничего не получаем взамен. Вот начиная с крыльца. Вы поднимались на крыльцо в клуб? Там ноги сломаешь. А у нас ведь тут почта, куда идем пенсию получать. И все, обслуживание тут. И в магазины, и на почту. А теперь, когда будете уезжать, проехайте через садик. Дорога вся в дырках. Везде ямы. Вот нам засыпают ребеночкой, приедут, как если бы... Ямочные работы делают только. В школе почему-то дорогу сделали. Попросят траву по обочине от клуба до остановки, где проезжаете. И все, на этом закончилось. Вот эту дорогу, которая здесь через главную улицу идет, ее долгят каждый год. Мы ее за свои деньги сделали. За смущен делали. Сделали, а на два года мы ее не трогали. За свои деньги мы ее делали. То есть собирались деньги и отремонтировали. Каждую женщину, ты еще влезь двора. Приехала администрация, расковыряла. Месяц сделали ее. Сделали, через месяц нет дороги. У меня дети не кататься не могут по этой дороге. Ничего. К садику. Я здоровый мужик, шел с ребенком, упал, чуть ребенка не раздавил. Весь грязный пришел в садик. А у меня, у нас там каждый день дети ходят в школу. Каждый день. Газ, вот, газовую трубу меняли. Выкопали траншею. Кто ее засыпал? Никто. Они ее присыпали, а теперь мы так безъехали. Из-за этой траншеи. И администрация ничего не делает вообще. Ничего. Вообще ничего не делает. Ничего не делает. И вообще им срает на то, что на наши проблемы. Я думаю, вам надо. Спасибо вам. Я не хочу. Так, мы вам расскажем, что это мы делали за свой счет дороги. Когда он же мне говорил, ты врешь, мне в глаза говорю. Ты врешь, вы не делали. Сколько мы не делали? А мы там все время собирали, мы делали. Мы за этой дороги, я вам скажу, за день сделаем. Мы в один день привезли асфальт, пробили, затрамбовали, привезли свой инструмент и всю ее сделали. За день. Как ваши приезжали. Месяц сделают. И сделаем не могут. А если сделают, то через неделю ханали этой дороги. По воде поступаем следующим образом. Два месяца до конца года необходимо время для проработки вопросов КВС. Но это не значит, что за два месяца мы уйдем из поля зрения и вас никак не будем информировать. Мне нужно до конца следующей недели времени, чтобы составить дорожную карту по вопросу водоснабжения. И вам ее уже предоставить в общий доступ, на общее обозрение. Вы понимаете, это наша боль, вот эта вода. Вы, конечно, не виноваты. Вы пришли не в силы. Бюджет, может, маленький сейчас дает. Я не могу сказать. Я много лет проработала в Татищевском районе. Тоже в этом начальнике медслужбы района. Но у нас почему-то у Суркова везде во всех деревнях порядок. Я не знаю, что это за человек. Везде порядок. Вот ездили мы по деревням, прививки делали, обработки. Зайдешь в деревню, ни солинки, ни пылинки. У всех вода. Вот эти скважины там. Эффект, что у нас в больнице нет. Аптечки нет. Медпункция. Ну что это такое? Аптеки нет. Самые необходимые, хотя бы необходимые. Направить сюда. Вот вы говорите, дорожные карты. Вы люди, вы люди. Вы объясните, что такое дорожные карты. Я знаю, что это такое дорожные карты. А ведь другие не знают. И вот вы говорите, дорожные карты. Вы говорите по-деревенски нам, какая дорожная карта. План мероприятий. Вписывать будет. Да, план мероприятий. План мероприятий. Что вы тогда будете вписывать? Ремонт дороги. Ремонт, проведение воды. Там еще что? Медпункция. Аптек. Аптек. Что вы в эту дорожную карту. И надо посмотреть, что в тех годах сделала дорожные карты. И что в этом году вы сделали. Вот это все надо прописать. У нас сегодня с вами 2 ноября. Давайте тогда, люблю конкретику, и чтобы вы видели, действие, что это не было, просто опять встреча ради встреч. Прошу уж извинения за тавтологию. До конца следующей недели информирую, Людмила Анатольевна, вас через Валерия Валерьевича тогда по транспорту. Промежуточный итог. Тогда это протокольно тоже запишите. До 17, ну давайте возьмем до 20 ноября. План мероприятий по воде. Будем сроки расписывать, и чтобы вы понимали. По освещению, ну здесь работа чуть побольше, по вашему адресу. Выезжаем, ну я думаю, не вот на этой неделе, которая будет после праздников, а через. Но опять же говорю, связь с Валерием Валерьевичем. Вот вы все говорите о том, что раньше был руководитель, раньше был. Руководитель территориального управления здесь. Работа с населением сейчас будет отлажена. Не будет отлажена, вы мне об этом скажете. Значит, будем находить того, с кем будет отлажено. Ну вот я так, шучу. Касается газовиков, что? То, что они раскопали, газовики, на следующей неделе, здесь уже Валерий Валерьевич сам я отправлю, и оформлю это уже документально за своей подписью, чтобы бумага и след остался. Опять же, чтобы слова не были словами. И дадим им время, чтобы они дали нам результат. Что и как. Что забыл? Давайте по дороге зафиксируем следующее. Уточняю, потому что у нас, когда присоединились и многие муниципальные образования, но здесь Валерий Валерьевич говорит, что она в казне, она оформлена, то есть на нее можно тратить денежные средства, проверю, на балансе, не на балансе, осмечу примерную стоимость, и бюджет следующего года будет сформирован в декабре, но до конца года будет она тогда у нас в приоритете, потому что у меня есть Тарханы, у меня есть Березина, речка, Красный Текстильчик, прошу прощения, и есть Красный Октябрь. Там тоже детские учреждения дошкольные, где необходимо сделать дорогу. Тогда Клещевку поставим в приоритетный план.